Камеровчанин Павел Ильяных сам себе водитель и хозяин. Машина в собственности. Колесит по дорогам не первый год. Сейчас направляется в Якутию в сопровождении второго грузовика для поддержки. Лёш, я поехал. Павел потомственный шофер. Раньше работал в нефтянке, но, как признается, оттуда его всегда тянуло в дорогу. Такая уж наследственность. Дед начинал в автоколонии Кемеровской, в автобазе. Получал когда-то новые Татры тоже. Была уникальная машина по-своему. Ну и меня какая-то тяга, не знаю, к большим машинам. Любовь. Выбрал самую большую кабину для себя, то есть комфортную. Дорога Кемеровчанина пролегает через Красноярск. Другой попросту нет. Точнее, почти через Красноярск. На помощь ему, как и тысячам других дальнобойщиков, в 2008 году пришел объездной мост, который красноярцы называют путинским. Мы всегда стараемся пройти тем путем, как бы лучше обойти это все дело, чем лезть в город. Но если уж не касается, допустим, если у тебя разгрузка или загрузка, там ты уж ничего не сделаешь. Грузимся и в городах, и в селах, и везде, как красиво здесь, да? Все шикарно. Когда-то терявший часы и десятки литров топлива в черте города Павел знает толк в такой помощи. Вот ну представьте, мы сейчас катимся, то есть спокойно, да? А там все время остановка, трогание, это увеличивает в 2-3 раза затрату на потопливу. Дорога с одного берега на другой, которая занимает пару минут. В начале века у сотен строителей отняла три года, а у государства и края миллиарды рублей. Сегодня мы, местные, почти перестали его замечать, но совершенно напрасно. Любой мост вообще уникален сам по себе. А через такую реку, как Енисей, и подавно. Я знаю, что многие из вас ездят по этому мосту довольно часто, но многие ли при этом задумывались о двух составляющих. Первое, о том, каких усилий стоило его построить. И второе, что он может с собой символизировать. А символизировать он может этапы развития нашей экономики, не поверите. От того момента, когда она начала развиваться после 90-х и к каким временам она прошла сейчас. О том, какие усилия потребовались, мы поговорим со специалистом, а про экономику расскажем сами. Людям постарше вряд ли надо напоминать про экономику начала 2000-х. К тому времени мы только начали приходить в себя. Однако развития без дорог не бывает. Утром деньги, вечером стулья. И проект этого моста был без преувеличения первой ласточкой за Уралом. Поэтому из нескольких вариантов конструкции выбрали именно такую, рассказывает один из тех, кто руководил стройкой. Ну, мое личное мнение, конечно, те конструкции, которые были предложены, они все-таки громоздкие. С другой стороны, конечно же, вантовая система, она может и ажурнее смотреться. Там предлагалась двухпилонная система, однопилонная система. Но эксплуатации, они все-таки сложноватые. И в то время, ну, они и дороже в эксплуатации, и в строительстве дороже. Дешевле-то дешевле, но только в сравнении. Строительство мостов через подобные реки – задача архи сложная. Течение Енисея по объему превышает все остальные реки России, вместе взятые, включая Волгу. Если говорить про Енисей, это и скорость, и течение. То есть, как бы, опоры, они имеют определенную привязку. То есть, их необходимо устраивать именно в том месте, в котором запроектировали. Плюс и минусу тут не бывает. И понятно, что удержать все это дело на плаву именно в этих координатах – это вот сложность одна из. Хватало и других проблем. Вы не пробовали в детстве строить плотину на ручьях? Заколачиваешь ветку выл, а полуметровый ручей выворачивает ее через 5 минут. Вот и представьте, каково ставить опору для многотысячетонной конструкции на глубину 15 метров. Во многих местах близка скала. Просто скала и больше ничего. Дно, скалистое дно, которое не имеет никаких слабых грунтов. И тогда, конечно, приходится уже делать более мощные вот эти вот ограждения двухрядные, засыпать их, чтобы каким-то образом обеспечить герметичность и откачать воду. То есть, нам надо увидеть дно Енисея. Представьте, страна, вчера занимавшая миллиарды долларов на еду, сегодня строит сооружение такой сложности, которое без посторонней помощи доступно далеко не всем государствам на планете. К слову говоря, собственно, масштаб моста из салона машины не оценишь. Только ножками. Знаете, проезжал по этому мосту, наверное, не одну сотню раз. И всегда он мне казался, ну, довольно небольшим. Особенно на фоне других наших мостов, которые в черте города находятся. Октябрьский, коммунальный. Ну, и вот теперь понял, что для того, чтобы ощутить его масштабы, нужно спуститься и поиграть в инженера, который только что сдал мост. Знаете же это, да, когда мост сдают, инженер заходит под пролет, ждут, когда пройдут первые машины. Мост уже кажется далеко не таким маленьким. Постоишь под мостом, посмотришь пристально на него, на течение, потом поднимешься и очень остро доходит, что сложности даже не думают заканчиваться. Утилитарное изящество только издалека кажется непоколебимым. На самом мосту ощущаешь несопоставимость человеческих сил и природы. Оно как снесет. Сейчас мы стоим на том месте, где невозможно появиться обычному пешеходу. Здесь все позакрыто. А пришли мы сюда для того, откровенно говоря, что я хотел немножко вас попугать и сказать, что если мост не будет обслуживаться постоянно, то по определенному прошествию времени он попросту рухнет. Но, как меня заверил инженер, конструкция моста тем и уникальна, что эти опоры, бетонные, которые уходят в воду, они с течением времени становятся только прочнее. Он сейчас дал мне стопроцентную гарантию, что мост простоит даже без людей много десятилетий. Так что можете не переживать и ездить смело. Впрочем, хоть и звучит красиво, но инженеры, обслуживающие его сейчас, говорят, что не все так просто. Когда мост передали федеральному автодору, там начали с ликвидации довольно неприятной проблемы. На опорах этой самой ажурной арки после первых лет эксплуатации появились трещины. Мы должны были разобраться, что это за трещины, почему они происходят. Мы подключали проектировщиков, которые, в принципе, не смогли ответить на этот вопрос. И лишь пересчитали свои расчеты и убедились в том, что они были верными. Тогда нам пришлось подключать науку. Наука в лице Сибирского госуниверситета путей сообщения установила в тревожных местах датчики, которые помогли определить, что проблема в неподвижности некоторых соединений. Должны быть шарнирными, а сделали их литыми. В общем, доводку моста осуществляли еще много лет спустя после завершения стройки. В связи с тем, что усиление ликвидирует очаг напряженности здесь, этот очаг перераспределяется на другие какие-то подвески. Да, то есть он никуда не уходит. Но в этом задача и была, потому что следующие подвески готовы воспринимать эти усилия. Проблему давно устранили, но с тех пор наблюдение за мостом ведется круглосуточно. Нам показали, как это выглядит. Честно сказать, лично я даже не представлял, что каждый мой проезд по мосту отражается на мониторе в центре города. Вот здесь у нас, вот в этих местах установлены датчики, которые передают постоянно сигнал о состоянии конструкции. Бывает одномоментно, покраснел, например, датчик, мы понимаем, что прошел там большой груз какой-то. Но если он, допустим, завис в красном цвете, то необходимо однозначно выезжать, смотреть, что там происходит. Научное наблюдение требуется только в узловых точках. Однако на этом работа не заканчивается. Металлические конструкции моста, как нетрудно заметить, это в принципе его узловая часть. Она держит самый длинный пролет длиной в 230 метров. Такая длина была заказана проектировщикам с целью обеспечить свободный проход любых судов, которые есть на Енисеи. И это означает, что следить нужно за дугами арки по всей их длине. Кстати, вес всего металла моста превышает вес четырехподъездной хрущевки. И тут есть повод удивиться непрофессионализму некоторых энциклопедистов. Кстати, интересный момент. При подготовке к съемкам заглядывал в Википедию про описание этого моста и увидел там интересный, ну, по-другому не назовешь, косяк. В Википедии написано, что все 4800 килограммов металла, используемого при строительстве, были изготовлены в Красноярском крае. Находясь рядом с этими опорами, понимаешь, что 4800 килограммов – это две машины. Ну, сами понимаете, как это смешно. Вот такое качество Википедии. Вот такое сооружение «Путинский мост». Уникальное по многим параметрам, требующее постоянного обслуживания и, по сути, доказывающее, кто бы что ни говорил, а с промышленностью и технологиями у нас все в порядке. Не говоря уже о том, что мост просто красив. Особенно над зимним Енисеем, который дышит туманом и словно поднимает всю конструкцию в воздух. Хотя, сознаюсь, оценить это в 25-градусный мороз с открытым лицом в десятках метров над рекой было сложно. Только шутки и помогают. Вон, самая главная охрана. Внизу по мосту бежит. Сопровождает нас, чтобы мы тут лишнего не понаделали. Патрулирует, видимо, тут с утра до вечера. Если без шуток, мост охраняется очень серьезно. На опорах и фонарных столбах установлены десятки камер, за сигналом с которых круглосуточно следят несколько человек, чтобы никакой злодей не смог даже при желании подобраться к точкам уязвимости. Это не смешно, на самом деле. Это как бы очень жизненно, потому что государство вложило серьезные деньги, чтобы построить такую переправу. И ее нужно охранять именно от всяких таких сооружений. Достаточно просто нанести вред вот этому. Потому что это, еще раз говорю, это живой организм, который все время двигается. Однако, если вы просто захотите лично оценить все сказанное выше, проблем не будет. На правом берегу есть съезд к бывшей стройплощадке. Вы буквально увидите артерию, по которой бежит кровь нашей экономики. Цените свою возможность. У дальнобойщиков, например, ее нет. Им дорога каждая минута, которая и позволяет экономить этот мост. Было случай, уехал в апреле, приехал домой к ребенку в октябре на день рождения. Чтобы вы понимали. Тоска, конечно, разбирает по близким, по всем. Ну, как-то уже научился справляться. Впереди у Павла еще немало мостов, но таких больше не будет. Наверное, поэтому он твердо решил на обратном пути все-таки потратить 5 минут. Догадаетесь, на что? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok